Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно по вторникам в прямом эфире я Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям традиционно в начале каждой нашей передачи, выходящей в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22, он появляется во время программы на ваших телеэкранах. Звоните, задавайте вопросы. Мы готовы беседовать, отвечать на вопросы, как-то поддержать вас, возможно, в вашей трудной жизненной ситуации. Я хочу добавить, не ждите, пожалуйста, окончания передачи, потому что вот уже две встречи подряд, мы выходим из студии и нам оператор говорит, что вы звонили прямо в самом конце, там за 30 секунд, за одну минуту до окончания. Но это, конечно, время невозможное для какого-либо разговора, для задавания вопроса, поэтому если он у вас есть, вклинивайтесь, перебивайте нас, ничего в этом такого какого-то неуместного и страшного нету. Мы говорили про неуместность, но это всегда будет неуместно, поэтому какие-то ваши вопросы, соображения, вот я думаю, что не стоит откладывать до конца передачи. Также мы знаем, что иногда телезрители звонят и свое мнение высказывают по ходу нашей программы, свое отношение. Иногда они готовы оппонировать, но в таком заочном режиме, не желая выходить в эфир. Если у вас есть что нам сказать, возразить, выходите в прямой эфир, мы также готовы с вами пообщаться. Ну да, без возражений как-то невозможны, наверное, какие-то поиск, может быть, ответов на те вопросы, которые могут беспокоить. Мы в рамках разных передач говорили с вами, Алексей, о депрессиях. За эту неделю мы также этот вопрос обсуждали с вами за пределами программы. И речь шла о том, что депрессия становится таким словом в обиходе обычных жителей городских. И оно теряет свой первоначальный, не знаю, медицинский смысл, клинический смысл. Иногда оно вот становится замыленным. Люди склонны называть депрессией любые свои состояния какие-то, я не знаю, пониженного настроения, например. Я сейчас подумал, склонны к чему люди. Я думаю, может быть, даже кафе какие-нибудь есть депрессия, или, может быть, какая-нибудь марка одежды уже есть депрессия. Я насчет того, что слово теряет свой смысл, но оно теряет прежние какие-то смыслы, приобретает новые смыслы. Наверное, для нас может быть трудность, когда у слова депрессия перестает быть устойчивый смысл, и мы не понимаем, употребляя это русское слово, ну или русифицированное слово, мы не понимаем, о чем идет речь. Ну да, есть это, и пациент, или человек, клиент, один к другому, к специалисту приходит и говорит, что у него депрессия. И, в общем, это ничего не проясняет. Как вам кажется, разговор, посвященный депрессии, с чего лучше начинать? С симптоматики, с причин, по которым развивается это состояние, или перейти сразу к лечению, как и что делать с этим? Или вот разделить сначала, развести, что является депрессией, а что иногда называется этим словом, но по сути не является ей? Как вы считаете? Я думаю, что разговор лучше вести или начинать, или продолжать с того, чтобы поставить цели. А чего мы хотим? Мы с вами, Елена, в разговоре, если мы его начинаем, в разговоре о депрессии. Вы вот чего хотите? Я, как всегда во всех наших программах, хочу многое сразу. И, как я вижу из обратной связи, которую я получаю, иногда это запутывает телезрителей. У нас звонок, Алексей. Отлично. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина. Ну, Екатерина, здравствуйте. Я рада вас слушать. Здравствуйте, Екатерина. Вновь. Здрая юная. У меня такой вопрос по поводу напряжения на рабочем месте. Вот отмечаю то, что, приходя на рабочее место, нахожусь в стоянном напряжении и не могу переключиться. То есть, ну, я более, наверное, обширно скажу, что я работаю в преподавательской деятельности, тренером в спортивном зале. И, может быть, сама эта обстановка, конечно, подразумевает, что нужно находиться. Но, отмечаю то, что даже не подготовка к каким-либо стремнованиям, то есть, не дает мне ни отвлечься, ничего. И, то есть, выбирают очень-очень много ресурсов. Как будто, ну, это как-то, нет даже, как-то, вот, бывает даже наслаждение от того, что делаешь, потому что переутомляешься. Да, ну, какой-то вопрос за этим, за всем есть, Екатерина? Ну, я думаю, да, вопрос за этим стоит все-таки. Это привычка с детства так даваться и переключаться. Либо это черты характера, как-то помочь потом разобраться. И можно ли с этим как-то над этим работать или по-другому немножко отнести, чтобы все-таки больше получать удовольствие от происходящего. И чтобы это напряжение не передавалось ученикам. Ну, вообще, вот такой какой-то вот обширный вопрос. Да, да, у вас вопрос какой-то, да? Да, я хотела спросить у вас, Екатерина. Если вы тренер, значит, скорее всего, у вас свое спортивное прошлое есть. Насколько вы сами для себя... Есть спортивное прошлое? Конечно, да. Как вы сами для себя определяете, свойственен ли вам, не знаю, такой перфекционизм, стремление к лидерству, к победе, конкуренция такая спортивная, которая всегда в этой сфере деятельности присутствует? Свойственен, да. Но сейчас-то не так, не так, в таком прям масштабе, как это было, ну, может, даже полгода назад. Но особенно вот этот перфекционизм, вот мне кажется, и в этом для меня и сложность, что это очень важно, и очень многие дела, то есть уходят на второй план. И, в общем, такая ответственность, вот, наверное, бы я больше даже вспомнила за ответственность вот эту, которая невозможно ничего с ней сделать, и очень важно все это, и очень это как будто давит сильно. Екатерина, вот чуть-чуть, может быть, так, попробуем поразмышлять. Я попробую сейчас неосторожно одно утверждение обозначить. Вот я думаю, что напряжение – это не проблема. В том смысле, что напряжение – это скорее следствие какой-то трудности. Ну, то есть дело не в напряжении, дело в чем-то, что это напряжение создает. Ой, да, спасибо, возможно, это, я вот сейчас вот задали вопрос, и я вот, ну, у меня вот сразу возникло такое ощущение, что страх совершить ошибку, страх сделать плохо, страх не доработать, или что, если это не получится. Ну, ну, в общем, за этим стоит страх, что если сейчас не сделается, то это приведет к каким-то глобальным таким, ну, не знаю, как это объяснить. В общем, к чему-то такому глобальному. То есть если у вас взрослые дети, вы кого тренируете? Больше юных спортсменов, ну, где-то 6-7 лет. То есть если юные спортсмены, ну, я так, может быть, немного утрирую, не освоят в рамках конкретной тренировки какой-то технический элемент в том виде спорта, где вы работаете, то это приведет вот… Лен, мне кажется, что вы сейчас додумываете за Катю. Может быть, Екатерина сама скажет, чего она боится? Я соскучилась по звонкам, что мне хочется самой поговорить. Ну, это так, может быть. Чего? Да, что вот, что вот, да. У вас было что сказать? Ну, больше, наверное, фокус внимания сконцентрирован на мне и, наверное, во мне, что-то сказать. И что я не додам им, что они не выучат или что-то не смогут сделать. То есть, ну, вот в этом, наверное, еще такого вот момента. Потому что дети есть разные, и я столкнулась с таким ребенком, который напомнил меня тоже. И он очень переживательный, и, ну, как бы я вижу вот этот вот, прирост у него есть и колоссальный. Но совершить ошибку, я вижу, что для него это очень, тоже болезненно. И, видя его, мне, ну, вот мне вот сейчас подвигло как бы позвонить и разобраться в этом. Потому что я этого мне как бы отразилось сейчас. Ну, что и заболело как-то. Екатерина, вот смотрите, вы говорите, отвечая на вопрос, что создает напряжение, или размышляя на этот вопрос. Это я, может быть, сейчас с телезрителем, которые следят за нашим разговором и, может быть, для себя что-то помечают. Движущие силы разговора, логику задавания вопросов. Вот вы говорите о страхе. То есть мы сделали один шаг от напряжения. Мы вроде бы согласовали с вами, что напряжение – это не проблема. Это скорее какое-то следствие проблемы или результат проблемы, создаваемый чем-то другим. И вы говорите, я за напряжением стоит страх. И дальше вы говорите, ну, о двух, скажем так, страхах. Страх ошибки, ну, что бы это ни значило. И второй страх, как вы его формулируете, страх, что я чего-то не додам. Вот давайте попробуем это как-то расшифровать. Что это такое? Ну, потому что здесь они, ну, это какие-то, наверное, разные страхи. Ну, это, наверное, одно вытекающее из другое. То есть страх ошибки, он идет с детства больше. И теперь, как-то, наверное, будучи теперь тренером, ответственность также выросла, что мне теперь важно дать то, чтобы… – Вот, ну, можно… – Правильно. – Ага. – Вот о какой ошибке идет речь? Что мы считаем в данном случае ошибкой? Что вы считаете ошибкой? – Ну, когда не идет тренировка, это тоже… Ну, это вообще… Ну, я вот в воспоминании, то есть всегда как-то… Воспоминание такое, что я ехала на тренировку и всегда переживала за то, чтобы тренировка сложилась удачно, чтобы выполненные задачи были сделаны. Ну, как-то вот это все преодоление, вот это вот все, нагрузка, усталость, в общем. – Ну, хорошо. – Страх, что будут опять мной недовольны, чтобы меня похвалили, чтобы… Ну, чтобы я, ну, как бы угодила, что ли. Ну, чтобы было хорошо, что ли. – Я думаю, что сейчас вы говорите еще о третьем страхе. – Ну, ничего себе. – Ну, страх, что… Ну, смотрите, они не обязательно связаны друг с другом, и они могут свалиться в одну кучу. Может быть, поэтому у вас ощущение такого фатализма и того, что этот страх грандиозный. Ну, когда лает одна собака, мы считаем, что мы видим одну собаку. Когда лает три собаки, это уже стая, то есть это не просто три собаки. Вот, когда один страх, ну, он один. Когда три, не видно, где заканчивается один, где начинается второй, где третий, как они вообще связаны друг с другом или не связаны, каким страхом нужно заниматься, какую фишку двигать, грубо говоря. И все это вот представляется в таком виде. Вот сейчас вы уже о третьем говорите. И страх совершить ошибку, страх не додать чего-то нового, и страх того, что вас поругают. Ну, поругает, это можно назвать страхом отвержения? Не знаю. Кать, как вы считаете, что это такое? Ну, да, возможно, да, что... Ну, да, вот будут недовольны и будут критиковать, и что... Ну, да, возможно. А вот специально, ну, дальше двигаться не будем, у нас не... Ну, я так сейчас, да, я рад, что вы позвонили и дали нам материал такой для рассуждений, может быть, для того, чтобы мы вместе с вами и с телезрителями как-то посмотрели, как мысль развивается. Вот один момент еще. Страх ошибки и страх, что я чего-то не додам. Вы сказали, это, возможно, как-то связано. Вот я думаю, что... Вот здесь могут быть интересные параллели. Я бы хотел, чтобы вы как-то предложили вам прокомментировать. Вот когда преподаватель, когда вы даете что-то новое ученику, ну, новые элементы какие-то, я не знаю, новые какие-то знания, незнакомые для ученика, ведь он обязательно ошибется. Конечно. То есть здесь есть вот эта связь одного с другим. То есть если бы вы руководствовались страхом ошибки, вы бы не давали нового. Ну, вы бы давали только старое, то, что ученики знают. И они бы это с удовольствием повторяли и не ошибались. Но, вероятно, никуда бы не двигались вперед по материалу, который дается. Ну, в этом моменте как раз важно отношение ребенка. То есть мне, конечно, более приятнее и интереснее давать тому ребенку, который как бы хочет это поглотить, получить, взять знания. Ну, бывают эмоции, даже переполняют и меня, потому что силы возраста детского, особенно юноши и маленьких, то есть они, ну, часто отвлекаются. То есть, ну, бывает им... Не знаю, как это вот объяснить. Ну, то есть они не могут на протяжении длительного времени удержать во внимании, да, вот эти задачи, которые во время тренировки приходят. Ну, а отношение, может быть, к этому не такое, ну, не такое. Может быть, в силу того, что неосознанное, как-то просто. То есть, ну... Вот и про неосознанность, так, чтобы, может быть, сейчас на чем-то остановиться, чтобы мы могли этот кусочек, ну, небольшой переварить в рамках, ну, вот, пределов наших передач. Вот я думаю, что... Может быть, к нам сейчас присоединится кто-то, еще что-то. Вот я думаю, что страх ошибиться и страх не додать – это два, ну, скажем так, взаимоисключающих страха. Вот я начал об этом говорить. Либо я дам много, и они точно ошибутся, ну, потому что это будет новый материал для них. Я тогда не буду бояться, что я не додал, но они ошибутся. Либо я им ничего не дам, они не ошибутся, но я буду бояться, что я не предложил им ничего нового. Я себе пытаюсь представить, как, Кать, вы внутри этих двух взаимоисключающих страхов существуете. Ну, за страхами мы ведь можем предполагать, что за страхами... Даже не столько предполагать, сколько утверждать, что за страхами стоят какие-то установки. Ну, например, за страхом не додать стоит установка, ну, такая, я должна быть всегда полезна своим ученикам. Да, есть такое. Да? Или там... Да, или я должна подготовить из своих учеников, там, я не знаю, чемпионов мира. Ну, не меньше. Ну, по крайней мере, у меня теряется смысл какой-то во мне, потому что... Угу. То есть, если у меня не получается, если я дальше не иду, если я не осваиваю новое, возникает вопрос смысла. Да. Вот я к чему хочу это привести, может быть, такую запятую поставить, может быть, нам обсудить, может быть, еще кто-то. Вот, Екатерина, вот к тому, что в данном случае, вот, как я сказал, за страхами стоят какие-то внутренние убеждения, не всегда, может быть, вами отслеживаемые, да, или не всегда осознаваемые. И эти убеждения конфликтуют друг с другом. И я полагаю, что вы находитесь, ну, скажем так, внутри этих конфликтующих убеждений. То есть, они друг другу противоречат. Ну, вот я пример привел коротко еще раз, да. Одно убеждение я должна дать, а другое убеждение... Ученик не должен ошибиться, потому что это плохо. То есть, как они... Ну, за этим еще и стыд стоит, если это что-то... Ну, в общем-то, да, большое... То есть, убеждение, я должна предложить что-то новое, чтобы он двигался заведомо... Да, заведомо... А можно мне немножко, да, еще вот такой момент, знаете, сейчас вот мне... Я сейчас отметила то, что понять вот этим вот успехом, грубо говоря, теряется еще другая жизнь, То есть, жить вне зала, то есть, не бывает настолько поглощает вот это все, что и забирает ресурсы. И что вы в связи с этим, ну, как вы это переживаете? Ну, вот поэтому я, ну, испытываю трудности и просто как бы обратилась... Что это за чувство, когда вы понимаете, что успех в зале отнимает другую жизнь? Ну, мне... Мне становится грустно, что... Не знаю, вот-вот... Пока мне сейчас сложно ответить на вопрос, и вот такая вот растерянность получилась. Я думаю, что растерянность и как раз то самое напряжение, о котором говорила Екатерина, да? То есть, вот спасибо вам за... То есть, можно помогать? Да, да, конечно. Может быть, Катя, вы говорите про потерю, утрату какой-то части жизни, вот, ну, которая есть за пределами. То есть, время ограничено сутками, неделями, месяцами, и когда очень много сил уходит на спортивную подготовку, то большая часть других возможностей, да, в жизни, которые за пределами зала, они теряются. Да, если я, ну, вот опять же, если я выберу, допустим, выходные, положенные мне по закону, допустим, то я понимаю, что за этой цель тогда не будет какого-то результата. Ну, в общем, вот такой какой-то замкнутый круг. И если я выбираю 1, тогда у меня, скорее, чувство вины за то, что я не делаю так, как надо. Очень, да, очень, скорее, не замкнутый круг, а вот эта самая, ну, рассогласованность, да, где вот эти убеждения друг с другом конфликтуют. Вы сейчас об этом еще одно такое взаимоисключающее сказали. Если я проведу время дома, если я не приду куда-то в зал на тренировку, то есть, по сути, посвящу время другой жизни, как вы и сказали, да, там, какой-то личной жизни, то я чего-то не дадам своим воспитанникам, своим ученикам. Читай, там, первый или второй страх, да, или убеждение, я должна быть полезна. Вот я думаю, то, с чем, ну, так вот, если немножко все это вернуть, то, с чем вы позвонили с напряжением, да, помните, вы сказали, вот как быть с рабочим напряжением? Ну, вот тут маленькую такую, провели маленький такой разговор. Поисковую такую какую-то, да? Да, да, поисковую операцию, спасибо, да, Елена. Вот, поисковую операцию, и вот, да, она крупными штрихами, но у нас телепрограмма, а не психотерапевтический кабинет, не психологический. Вот, и вот заметили эти рассогласования в процессе. Я думаю, что, я, может быть, эту мысль несколько раз уже сказал, что вот то напряжение, с которым вы, с которого мы начали, вполне является следствием тех рассогласований, внутри которых вы существуете. И в связи с этим ответ на ваш вопрос, что делать с напряжением, будет таким. Нужно приводить в согласование те, не всегда замечаемые вам… Противоречащие друг другу. Противоречащие друг другу установки, но их надо сначала обнаружить. Я уверен, что вы какую-то часть уже обнаружили, это вот такая, не знаю, интерес, работа, как иногда говорят, с собой, да, когда вот человек обозревает свои собственные протоколы какие-то внутренние, грубо говоря, сценарии, протоколы, как угодно, да, то есть то, как мы смотрим на мир. Он действительно, эти взгляды очень часто рассогласованы. Вот просто короткий пример, Кать, для вас я вот… Мне приходит один мужчина молодой и говорит, я склонен… Ну, мне очень-очень важно про порядок ему. Ему исключительно важно, чтобы все было в порядке. И какое-то время назад в его жизни появляется девушка. И она же начинает жить вместе с ним, и, естественно, в эту жизнь вносит свой какой-то порядок. Причем он ей… Ну, очевидно, у них чувства друг к другу, и он ей объясняет, что значит порядок. И она усвоила, она сказала, да, я поняла, и стала преследовать, ну, делать тот порядок, о котором попросил вот мой пациент. Ну, я думаю, что вы догадываетесь, что тот порядок, который совершает она, и тот порядок, которому следует он, это два разных порядка. Ну, естественно, возникли конфликты. Вот. И здесь вот эти самые противоречия. С одной стороны, я хочу, чтобы все было в порядке, все было в чистоте, все было на тех полочках, как я привык. А с другой стороны, я хочу, чтобы в моей жизни появился другой человек. Ребенок, мужчина, женщина, да. Да, но он же вносит так много хаоса, так много беспорядка, и у меня возникает вот это вот рассогласование. Я одновременно хочу и порядок, и живого. Вот как их вместе согласовать? Как? Ну, либо надо умертвить живого, то есть тоже его на какую-то полочку положить, да, либо что-то делать со своими представлениями о порядке. Ну, как-то вписывать, да. Вот, у меня, конечно, такая очень, не буду произносить фраза, родилась, да, вот хочешь порядка, не это самое, не имея отношения с живыми людьми. Вы же не хотели ее произносить. Ну, нет, она просто звучала в голове в более радикальном формате. Вот я сейчас перестроился. Вот, ну, какой-то такой пример. Вот пример рассогласований. Хочу и одного, и другого. Имею право, имею. Но как это друг с другом согласуется? То есть, Алексей, я правильно понимаю, Екатерине придется, ну, даже взять, если хотя бы вот эти три обнаруженные страха, не отменяя каждый, не лишая каждой из этих страхов права на жизнь, ну, внутри ее пространства, как-то научиться их вот между собой. Ну, скорее, за страхами, мы выяснили, что за страхами стоят какие-то убеждения, какие-то конструкции. Ну, например, я должна быть супертренером. Ну, всегда, да, вот это слово всегда невозможно уже в жизни осуществить, всегда быть каким-то или кем-то. Невозможно, да. Я никогда не хочу ошибаться. Или я бы не хотел переживать стыд. Вот. Как-то это придется согласовать. Важно, да, от беспокойства перешли к страхам, а потом перешли к убеждениям, каким-то установкам, сценариям и так далее. Вот и придется заниматься согласованием. Наверное. Я желаю этого, Катя, вам, чтобы это было успешно. Спасибо. Да, очень содержательно. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина, да, за звонок. Я была очень рада его услышать. Да, да, я тоже рад, что, Катя, вы звоните нам и как-то добавляете нам огня. Спасибо. Алексей, у нас осталось очень мало времени до конца программы. Для вас это неожиданность? Быстро время пролетело? Нет, я... Ну, у меня какой-то есть, наверное, внутренний хронометр, метроном, и он говорит, что вот там совсем немного осталось времени. Да, я понимаю. Вы что-то спросить хотели еще? Да, я хотела спросить, на мой взгляд, логически вытекающий вопрос из этой беседы. Как быть, что делать с этими установками, ну, с этими иррациональными мыслями, с мыслями, которые, в принципе, нельзя осуществить в реальной жизни. Наверное, в рамках этой программы мы уже не успеем какую-то продуктивную беседу развернуть. Ну, наверное, сделаем себе задел и мост на следующую передачу. Тем более у наших зрителей, кому сегодняшний разговор был интересен, у вас будет возможность к этому разговору, ну, тоже что-то подумать, как-то подготовиться, вот, и к этому вернуться. Для меня вопрос Екатерины очень важный, и, мне кажется, мы сделали, ну, такую, какую-то работу, Екатерина сделала эту работу, продвинулась, да, и тогда вот это напряжение на работе, которое касается, я думаю, не только тренера, но и других специалистов, ну, может быть, что-то, прольем свет какой-то на это. Спасибо вам, что вы были с нами. И как раз Екатерина показала пример, что, несмотря на тему, заявленную нами вначале, можно позвонить и предложить какую-то свою историю. Я думаю, что нужно так сделать, да. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу, за вот этот какой-то кусочек, да, который вот мы заглянули, как может разворачиваться беседа в кабинете у психотерапевта, и как могут проясняться смыслы какие-то. Да, спасибо. Спасибо нашим телезрителям. Смотрите в прямом эфире нас каждый вторник на телеканале «Самара ГИС». Всего доброго, берегите себя. Всего доброго.